Всем привет! Сегодня на ваших экранах мы сделаем ту нашумевшую антенну из лезвий. Эта антенна ловит все платные каналы со всего мира. Не трать больше денег на платные подписки, делай так как я и будешь смотреть каналы со всего мира. Подписывайся на этот канал, ставь лайк и смотри это видео до конца. Поехали! Друзья, кто бы мог подумать, что пара лезвий сможет заменить дорогостоящие антенны и подписки. Давайте посмотрим, что у нас получится. Давайте распакуем лезвие, чтобы оценить наш исходный материал. Это у нас стандартное лезвие, хромированное. Самое главное, чтобы оно было хромированное. Если это лезвие новое, то ваш сигнал будет намного сильнее. Почему хром? Потому что хром у нас притягивает магнитные волны. А магнитные волны это наш сигнал для наших каналов. Для нашего проекта нам понадобится 4 лезвия. А также нам понадобится немного подручных материалов. Берем любой двужильный кабель, который остался от старой бытовой техники и разрезаем его. Отрезаем внешнюю оболочку кабеля, чтобы у нас остались живы сантиметров по 10. Уверен, что найдутся скептики, которые скажут, что антенна из лезвий это нонсенс. Но что ж, это проверка всем правилам и ограничениям. Легким движением лезвия мы очищаем наш кабель от внешней оболочки. А теперь мы должны зачистить жилы сантиметров по 5. Снимаем изоляцию с жилы. Так как я сказал, что мы можем пользоваться подручными инструментами, я пользуюсь канцелярским ножом. Будьте осторожны и берегите ваши руки. Желательно работать, конечно, в перчатках. Смотрите до конца весь секрет в деталях. Здесь важен каждый шаг. Зачищаем обе жилы от изоляции. А теперь наши жилки надо облагородить. Скручиваем их, чтобы получилось красиво. Вот наши две жилы готовы. Отставим их и займемся лезвиями. Берем наше лезвие. И теперь из лезвий нам надо сделать магнитное поле. Берем два болтика. И теперь лезвие мы должны скрепить между собой. Смотрим, как я делаю. И повторяйте. Каждый шаг очень важен. И нельзя пропустить ни одного этапа. Если вы думаете, что это очередной миф из интернета, не спешите переключать. Вкручиваем наши болты в наше лезвие. Помните, что вы работаете с острыми лезвиями. Пользуйтесь перчатками, чтобы защитить ваши руки. Вот наши болтики на месте. И теперь мы должны делать проставки. Между нашими лезвиями. Я буду использовать термоусадку. Выберем нашу термоусадку под наш болтик. Вот это отлично подходит. Давайте ее нарежем по размеру. Одеваем нашу термоусадку на наши болтики. Вымеряя так, чтобы у нас поместилось на наши болтики 4 лезвия. Вот так вот отлично получается. И теперь мы должны будем усадить термоусадку на наших болтиках. Слегка ее нагреваем, она оседает на нашей резьбе и фиксируясь на ней. А дальше одеваем следующее лезвие на наши болтики. Вот так вот у нас получается с проставочками. И теперь мы должны сделать это со всеми лезвиями. Вот такой пирожок у нас получается. Мы уже установили 4 лезвия. И вот так вот мы должны сделать со всеми лезвиями. И теперь мы должны соединить края лезвий между собой. Берем наши подготовленные жилы. Продеваем между лезвий. А дальше этой жилой зажимаем наши края. Помните, что вы работаете с острыми лезвиями. Пользуйтесь пожалуйста защитными перчатками. Поджимаем плоскогубцами. Закручивая нашу жилу. Подкручиваем наши жилы, чтобы они аккуратно прошли между нашими лезвиями. И аналогично первому проводнику мы заводим второй проводник, чтобы закрепить нашу вторую сторону. Вот скажите, попробовали бы сами? Напишите в комментариях, очень интересно, сколько из вас рискнул бы повторить такой эксперимент. Тем временем зажимаем вторую сторону нашим проводником. Вот так вот наша антенна уже готова и я принял решение, что я сделаю ее съемной. Таким способом вы сможете менять ваши самодельные антенны в пару секунд. Берем электрическую вилку и подключим нашу антенну через вилку. Раскручиваем вилку. Там все очень просто, не бойтесь. Вот в эти контакты мы будем подключать нашу антенну. Подключаем как к обычной электросети. Наши проводники подключаем к контактам вилки. И собираем нашу вилку в обратной последовательности. Таким способом ваша антенна будет быстро меняться к вашему приемнику. Хотите узнать как это сделать дома? Все проще чем кажется. Главное не пропускайте ни одного шага. Лезвие в роли антенны, а изображение будет кристально чистым. Современные технологии нервно курят в сторонке. Изготовление самой антенны мы завершили. А теперь давайте приступим к изготовлению приемника. Берем обычную розетку. Раскручиваем ее. Здесь также все просто. Вместо контактов для электросети мы подключим в эту розетку нашу антенну. Берем коаксиальный кабель и разделываем его. Снимаем шкуру сантиметров 10. Повторюсь еще раз. Пользуйтесь пожалуйста перчатками. Распутываем наш плетеный кран. А фольгированный кран нам не нужен. Мы его можем отрезать. А дальше освобождаем наш центральный проводник. Надрезаем нашу изоляцию. И очень легко его стягиваем. Закручиваем нашу плетенку. Люди платят тысячи за оборудование. Но зачем? Тут же все проще простого. Напишите зацепил ли вас этот лайфхак. А мы тем временем подключаем наш быстросъем. Отмеряем наш центральный проводник. Для подключения в розетку. Откусываем по размеру. Заводим. И закручиваем наш контакт. В соседний контакт мы должны подключить нашу плетенку. Отрезаем ее по размеру. Подкручиваем немножко, чтобы она хорошо туда зашла. И также ее подключаем туда. Протяните ваши контакты хорошо. Ведь этот быстросъем будет работать у вас каждый день. И вы будете ваши антенны менять постоянно. Собираем наш быстросъем в обратной последовательности. Таким образом мы сможем менять наши самодельные антенны каждый день. И теперь на другом конце нашего коаксиального кабеля мы поставим нашу фишку, которая будет подключаться в ваш телевизор. В этом деле все очень просто. Главное регулируйте ваше нажатие на лезвие, чтобы не прорезать наш плетеный экран. Друзья, кто бы мог подумать, что пара лезвий сможет заменить дорогостоящие антенны и подписки. Так еще и с быстросъемом. Давайте посмотрим, что у нас получится. Вот мы установили нашу антенну. И подключили ее к телевизору. И посмотрите. Все эргономично. Все ловит. Картинка прекрасная. Кто бы мог подумать, что это все будет работать. Если бы мне об этом кто-то сказал два года назад, я бы подумал, что он сумасшедший. Но посмотрите, это реально работает. Спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши комментарий. На канале очень много годного контента. Следи за мной. И комментируй.